...принести в жертву двух свиней. К несчастью для него, у свиней другие планы. Уже девочка не посвящает, но они, тем не менее, выполняют работу по дому, чтобы мужчины смогли посмотреть, станут ли они хорошими женами. И, кажется, Микотина и Лена еще не скоро выйдут замуж. Обычно мужчины дают нам поросенка для проверки. Если мы сможем позаботиться о том, чтобы поросенок вырос свинью, тогда они и женятся на нас. Меня это не заботит. Мне нравится гоняться за свиньями, когда они сбегают. А вот и свинья. Мекки верят в то, что злых духов привлекают деревню большие события, будь то рождение, брак или смерть. В их глазах посвящение это тоже опасное время, требующее защиты с помощью приношения в жертву свиньи. Иногда одни оказываются быстрее, чем другие, и это была быстрая, очень шумная свинья. Для них это честь убить свинью, потому что эти свиньи очень ценные. Посвящение имеет здесь очень большое значение. Именно поэтому они считают этот шаг убийства одной из самых ценных для них вещей. Когда свинья уже подготовлена для будущего праздника, Маркус и группа посвящаемых отправляются в долгое, долгое, очень долгое путешествие в джунгли. И что-то начинает терять Марку и Олли не в том месте. Идти вместе с этим футляром на тебе — это агония. Надеюсь, нам не придется ходить с ними слишком долго. Это первый раз, когда мне приходится идти через лес Котеки. Я чувствую себя очень уязвимым, делая это. Я чувствую себя голым. Проблема с определённым видом Котеки в том, что этот кусочек верёвки, который обвязывается вокруг кичек, доставляет ужасный дискомфорт. Пройдёт совсем немного времени, и она станет причинять боль. Во всём мире есть племена, проводящие посвящение различными способами. Некоторые из них проводят настоящие обряды психологических пыток. Мы не знаем точно, что именно здесь произойдёт. Смотрите далее. Секрет обряда посвящения был открыт, и жизнь Марка стала гораздо более болезненной. Я должен буду танцевать, но у меня это растение, которое давит мне на яички. Затерянные племена. Новые приключения Марка и Олли. Марк и Олли усердно работали на полях Мэка в более месяца. И убедили вождя Маркуса посвятить их вместе с девятилетним сиротой Ниелем. Возьмите несколько брёвен, я хочу, чтобы вы сделали шалаш. Старейшины отводят посвящаемых в джунгли и инструктируют их в постройке шалаша перед началом секретной церемонии. Олли? Теперь Марк и Олли выглядят как Мэка, одетые в их традиционные чехлы для пениса. Хотя и мы с трудом удаются работать в подобном одеянии, потому что они испытывают дискомфорт. Но для Марка всё становится ещё болезненней. О, Боже! Его кожа нежная, не давай ему кровотачить, он слишком маленький. Марк, теперь ты часть клана Визабл. Я завязываю на тебя ротанговый пояс как часть твоего посвящения, потому что ты часть моей семьи. Выглядит так, будто они надевают на Марка корсет. Теперь ты из семьянейшего класса, и футляр — это всё, что ты получаешь. Это знак клана. Знак за заслуги. Олли и Марк теперь стали привилегированными. Это первый раз, когда западным людям было позволено принять участие в церемонии посвящения Мэков. Но прежде чем будут переданы какие-либо знания, старейшины Марку, Сынес, Йонас и Корнелиус хотят проверить несколько вещей. Цель этого посвящения — помочь вам вырасти. Олли и Марк, вы жили с нами какое-то время, и я вижу, что у вас уже есть бороды. Так что я подумал, что вы были посвящены своими собственными родителями. Но я понимаю, что вы не были посвящены. Поэтому, как они ель, вы дети. Вы думаете, что ваши родители рассердятся на нас? Из-за того, что мы маленькие, у нас другой цвет кожи. И мы учим вас, их детей. Нет, наши родители не будут сердиться, они будут довольны. Дома мы не проходим обряд посвящения. Если это правда, мы научим вас. Дети, Аниель, Марк и Олли. Сегодня церемониальный день, поэтому вы будете подчиняться тому, что я говорю, если не хотите быть убитой другими людьми. Ни одной ногой не ступайте за пределы реки Квас. Также не пересекайте реку Эбл, это небезопасно. Не крадите, не ходите на земли других людей. Хорошо разговаривайте с вашими дядями и тетями, не бейте их. Так же не бейте своих родителей. Если вы увидите красивую женщину и прикоснетесь к ней, а у нее уже есть муж, вы должны заплатить ему штраф. Многое из того, что узнали Марк и Олли, держится в секрете. Традиционный обряд посвящению меков длится примерно 6 часов. И Марк держится из последних сил. Начинает включаться. На самом деле, все, о чем я думаю, это как бы поскорее снять этот пояс, потому что он доставляет больше, чем просто дискомфорт. Маркус оставил тайны духовного мира напоследок. Есть духи, которые выглядят как птица казуар, земляной уши, дикая собака. Наши предки говорили, что они живут под землей, вы не должны пытаться убить их. Если вы увидите их, вы умрете. Но не переживайте, я принесу в жертву свинью. В противном случае, злые духи смогут добраться до вас. Спасибо вам всем большое, что поделились своим образцем со мной и Марком. Хорошо, хорошо. Я рассказал вам все, что знаю. Отличная работа, дружок. Поздравляю. Это совершенно не то, чего я ожидал. Это сразу же дало мне понять, что, конечно, этот день не наш, Соли, этот день принадлежит Аниелю, и, конечно, он сейчас в правильном возрасте, чтобы рассказывать ему подобные вещи. Он может принять их и сохранить себя. Вместе с посвящением Аниель, Марк и я смогли в первый раз заглянуть в мир духов племени Мэг. Для нас с Марком это означает, что для нас было открыто окно. Теперь у нас появился шанс действительно узнать больше о мире духов. Марк и Ули теперь имеют честь называть себя взрослыми Мэками. И первым большим решением Марка в качестве взрослого стало облегчение боли. Маркус, прежде чем я вернусь назад, мне бы очень хотелось снять это, если можно. Я испытываю адскую боль. Боль в моем животе. Сними его, если он тебя беспокоит. Но продолжай носить футляр для пениса. Хотя я и сделал его для того, чтобы ты его носил. Это будет таким облегчением. После успешного посвящения болезненной прогулки домой, племя устраивает по этому случаю праздник с любимым времяпрепровождением Марка. Я чувствую себя обнаженным. Я действительно не хочу танцевать. На самом деле, я чувствую себя обнаженным. Как думаешь, когда наступит подходящий момент для того, чтобы можно было снять этот овощ? Уже скоро, но я уже начинаю думать, что на самом деле сейчас. Да, они не очень удобные, и, по правде, они очень болезненные. Не думаю, что кто-то заметит, и они не будут обижаться. Сейчас все заняты едой. Да, так что, полагаю, мы сделали свое дело. Мы действительно начинаем чувствовать боль. Да, на самом деле, это уже больше, чем дискомфорт, и бичевка давит мне на... Пора. Увидимся позже. О, нет. Марк и Уэлли даже не представляли себе, что они расстроят этим вождя Маркуса больше, чем могли себе представить. Я храню этот футляр для пениса с тех пор, как мой отец дал его мне, и я все еще ношу его. Они должны были сказать, теперь мы бы хотели его снять. Но они не спросили меня ни о чем таком. Они просто переоделись. Смотрите в следующий раз. Змея. Близкое знакомство со змеей. Марк и Уэлли строят крышу. И племя совершает жестокое правосудие. Ты не вождь, ты вор, и ты делаешь лей больно. Как вы можете видеть, здесь идет дождь. Сильный дождь. Большинство людей не выходят из дома, когда идет дождь, но Марк нет. Именно сейчас... Продолжение следует...